Несколько лет назад в КПРС меня у руководства. То есть сначала был Медведев Петр Петрович, его, скажем так, подвинул в прямом смысле Новак Андрей Петрович. И все мы думали, что изменится. То есть тогда, конечно, приторговывали мандатами. После изменения я лично думал, что как-то все нормализуется, и это прекратится, и мы будем на самом деле оппозиционной партией. Но на самом деле получилось как-то еще хуже. То есть, во-первых, третье, самое проходное место, точнее одно из самых проходных из трех, на этом месте оказался директор Красноярского аэропорта. Как, вот просто даже давайте подумаем, как человек, который никогда не относился к КПРФ, никогда не относился к Красным, оказался на проходном месте депутат из ЗАГСа Брани, будучи генеральным директором ООО «Аэропорт Емельянова». Вас смущает его должность? Нет, меня смущает владельца аэропорта Емельянова. То есть, в 2015 году этот аэропорт 51% выкупил Дерибаска, ну то есть его структура. Далее я посмотрел, кто является владельцем, и сейчас выясняется, что одним из владельцев является киперская компания. Ну, фактически, я думаю, это офшор. Вот, и, естественно, человек, который является генеральным директором данной структуры, ну, он не может ратовать за рабочий класс, за простых людей. То есть, это явно человек, который идет туда лоббировать интересы аэропорта и той структуры. То есть, вы не верите, что он просто воспользовался своим конституционным правом? Ну, он попал в проход... Нет, если бы он пошел самовыдвиженцем одномандатникам, ради бога, но он пошел, точнее, оказался на проходном месте в партии КПРФ. Неожиданно. Что вас заставляет думать, что он хотел получить проходное место и, вероятнее всего, договорился? Ну, потому что это реально проходное место, то есть, три человека, три депутата, 100% будут у КПРФ. Вот, и он оказался именно третьим. Ну, первые два это идут у нас именно коммунисты, а третье проходное это вот директор. И я уверен, что это место было продано. Продано кем? Я не могу сказать кем, потому что я там не был, но из логических моих умозаключений я могу сделать, что это было продано. Это был договорняк, и это место проходное отдали именно вот этому человеку. Поэтому вот сейчас получается такая ситуация, что люди, голосуя за каких-то кандидатов, которые на местах они знают, и они, да, молодцы, вот там, а они работали, они будут отдавать свои голоса. Фактически не будут отдавать голоса вот даже за этого человека. Скажите, а на ваш взгляд, возможно такое без участия лидера краевого Андрея Нового? Нет, конечно. Конечно, это 100% только делается через него, я уверен. Какие-то еще кандидатуры вызывают сомнения? Да, еще есть такая интересная система, которую никто не знает. Вот как, допустим, в прошлые выборы попал в депутаты Козин Евгений Александрович, который сейчас сидит в СИЗО по уголовному делу о получении взятки. Вот как он попал. Схема очень интересная. Ей пользуются на самом деле все партии. То есть, вот допустим, взять, к примеру, наш округ 12-й, одномандатный. На нем сейчас Попов, Исаев, Стрельникова и еще там несколько человек от других партий. Все. Кто-то из них победит. Однозначно. Кто-то. Значит, КПРФ ставит, вот допустим, как по Козину, Рыбинский округ ставит Слоново. Это местный секретарь. Причем очень популярный человек. Его люди действительно любят, за него голосуют. И то есть, он составляет огромную конкуренцию там единороссу. Почти побеждает. Ну, то есть, там пограничное, можно сказать, состояние. Вот. Его ставят одномандатником данного человека. А в то же время его ставят, то есть, еще есть списочное. То есть, одномандатник и тут же список по этому же округу. Но этого Слоново ставят вторым, а первого поставили Козину. И то есть, он отработал как одномандатник, набрал огромное количество голосов, дал хороший результат на этом округе, но не смог победить как одномандатник. Но зато этот округ набрал огромное количество за КПРФ. И, соответственно, у КПРФ появилось там четвертое место, учитывая, что голосов было много. И побеждает какой-то округ. Ну, из всех, там, пятидесяти двух. Вот. И Козин попадает в этот, в депутат, потому что там был самый лучший результат. Также сделано сейчас, опять же, в этом же Рыбинском районе, идет опять тот же человек Слонов, первый секретарь. Как одномандатник. Он, опять же, второй. А первый в списке директора торгового центра «Квант» в Красноярске. То есть, лично у меня опять складывается впечатление, что директор торгового центра, генеральный директор, ну, просто тупо купил это место. Я прям уверен. Потому что, ну, по-другому, как он оказался первым в списке, учитывая, что он никогда не являлся коммунистом, то же самое. Такая же ситуация с другим единороссом, который идет по Уярскому району. Там первый секретарь, Макаров, тоже очень популярный человек. Ну, в том округе. И он опять второй. А первый стоит единоросс, действующий депутат Единороссии. И вот эта схема, она очень рабочая. Ей пользуются все партии. Когда надо пропихнуть какого-то кандидата, одномандатников ставят прямо сильного, и его ставят же вторым в список. То есть, люди идут действительно голосовать за этого человека, отдают голоса и за него, и голосуют за партию. Но проходит тот человек, который первый. Который из-за каких-то блага там оказался. Смотрите, Ян Валерьевич, вот вы сейчас продолжаете работать, продолжаете свою политическую деятельность. С учетом всех конфликтов, с учетом самой ситуации. Что вами движет? Почему вы не отчаялись, не опустили руки? Мною движет, знаете, желание, чтобы вот у нас в стране наконец-то стал порядок. Вот это искренне. Я хочу, чтобы первые депутаты у нас были действительно представители народа. И вся моя деятельность, на самом деле, направлена сейчас против, скажем так, Единой России и против Валерия Андреевича. Потому что ни те, ни он не могут представлять народ. И мы не можем им запретить никак. Единственное, мы можем только показать вот эту правду. Вот одни, вот вторые, вот так происходит. Но вы же понимаете, что за этим может последовать просто нежелание людей приходить на избирательные участки, нежелание голосовать? Нет, есть альтернатива. Альтернатива очень простая. Сейчас вот на данные выборы я буду голосовать за партии, которые не являются официальной оппозицией, которые у нас представлены в Госдуме. Вот за эти партии однозначно нельзя голосовать. А за другие можно. И за представителей других партий, которые не являются. А игнорировать выборы, на ваш взгляд, это хорошо или плохо? Вот это бессмысленно. И многие говорят, надо вообще не идти голосовать или голосовать, или портить бюллетень. Я вот всем хочу сказать, это совершенно бессмысленное занятие. Это то же самое, что вообще не голосовать, портить бюллетень. Почему? Потому что когда вы упортите бюллетень, его даже не считают. То есть он просто испорченный, его убрали в сторону и пометили, то есть только-то испорчат. А когда раскидывают голоса, их не учитывают. То есть если еще есть кандидат против всех, кто да, он хотя бы учитывается, то испорченный бюллетень вообще бесполезное занятие. Это бессмысленно. Не ходить на выборы тоже нельзя. Надо ходить. Даже вот все не нравятся, вы придите и проголосуйте. Проголосуйте за кого-то кандидата, которого даже не знаете. Допустим. Но если прям совсем уже у вас нет никаких предпочтений. Но вот вы же проголосовали за Валерия Андреевича и Саева, когда не знали его какие-то личностные качества. И на тот момент я же действительно думал, что это человек-глыба. И опять же у меня была альтернатива. Был Егоров и был Исаев. Как бы Егоров это совсем уже плохо. А Исаев человек-глыба. Поэтому я из-за этих побуждений голосовал за него. Сейчас, узная многое про Валерия Андреевича и Саева, я естественно никогда за него не проголосую. И есть другие кандидаты, за которых надо будет голосовать. Если вы меня спросите, я могу сейчас ответить за кого-то. Нет, мы агитацией заниматься не будем. Ян Валерьевич, и все-таки вы взрослый человек. Вы уже побывали в этом политическом мире, побывали в колуарах власти в какой-то степени, да, там, краевой, скажем. Вы действительно верите в светлое будущее? Да. А знаете почему? Потому что с каждым днем все хуже становится. Но так не бывает, что всегда хуже. То есть в любом случае, когда мы скатимся с горы, мы когда-то опустимся вот на это дно. Ну, то есть на нулевую точку. Да, а потом нам в любом случае опять надо карабкаться. Но учитывая напряжение, вот на самом деле, ну все же мы ходим в магазин, покупаем какие-то услуги, платим, знаю, за квартиру и тому подобное, там, заправляем машину. И мы понимаем, что с каждым днем все хуже и хуже. И причем, если, допустим, в 90-х годах, которые мы хаяли, там, наоборот, всегда казалось, что сейчас плохо, но вот там свет. И мы как бы вроде медленно куда-то карабкались. То сейчас, наоборот, свет вот там, а мы вниз смотрим на землю. И мы катимся. И вот уже какой год? С 14-го года мы прямо кубарем уже катимся. Поэтому, да, будет светлое будущее. Но оно опять зависит от нас. То есть, если мы будем сидеть, ждать, когда придет опять хороший царь, его не будем. Если мы все будем требовать с тех же депутатов. Вот сейчас, кстати, идеальный момент. Вот прямо по любому вопросу, есть электронное обращение через законодательное собрание. Прямо по любому вопросу можете это им писать. И они будут действовать. Но ведь большинство людей инертные, они не хотят этим заниматься просто в силу своей лени, наверное. Ну, и лени, менталитета, и, может быть, и неумения. Но и чем больше человек инертный, тем хуже он живет. Это тоже аксилома. Спасибо. 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 Спасибо.